Я не знаю. Просим откачать в подвал кипяток, чтобы хотя бы к нам не парило. Там продукты, тут арктехника, тут вещи чужие в ателье лежат, хорошие, дорогие. Кто за это будет платить, кто нам что компенсирует. Аварию в доме номер 87 на улице Гагарина обнаружили в 9 часов утра, когда продавцы пришли открывать магазин. В 11 на место приехали ремонтные службы. Для обитателей многоэтажки это уже второй прорыв трубы за неделю. Первым был в выходные, тогда дом на сутки остался без отопления. Сейчас в результате аварии подвал до уровня колен наполнился горячей водой, а вот в кране ее нет. Тепло также разливается не по привычным стоякам, а идет из глубины дома. Подвал дома, а также все нижние этажи, на которых располагаются жилые квартиры и магазины, сейчас больше похожи на бани. Видимо, здесь плохая, а дышать достаточно трудно. Высокую влажность видно невооруженным взглядом, а с потолка капает вода. Под ногами покупателей лужи, от которых отчаявшиеся продавцы пытаются наконец избавиться. В ход идут пакеты и зонты, и все ради того, чтобы уберечь оборудование и продукты от влаги. Однако выяснилось, что проблемы в этом доме возникают регулярно. Это вообще подвал, мы не знаем, кому он принадлежит. Там постоянно трубы в жутком состоянии. Там постоянно отопление дали, вот отопление рвануло летом, там канализация постоянно рвалась, тут дышать нечем было в магазине. Представляете, вы заходите в продовольственный магазин, а запах, как будто вы пришли в общественный туалет на вокзале. Представители управляющей компании не видят закономерности в происходящем. Прорыв труб они связывают с аварией на улице Черновицкой. Дом стоит внизу, а теплотрасса рванула наверху, весь подвал он ниже по уровню. И по отказу все пошло туда, в дом. Там трасса проходит по этому дому, теплосети. Поэтому он заливается. Сейчас ремонтные работы на улице Гагарина продолжаются. Рабочие сняли часть асфальта, чтобы добраться до прорыва и устранить его. Сколько времени займет ремонт, они сказать не могут. Между тем продавцы продолжают бороться с конденсатом, надеясь, что временные трудности не отпугнут постоянных клиентов. Продолжение следует...